И таким образом по потерянным очкам. Тоже, наверное, стоит напомнить, и сегодня Ювентус в довольно интересном составе будет играть вместе. На флангах располагаются Дани Алвес и слева у Дженуа, справа Ригони. И сегодня старт выходил в нападение уже в эдон легендарной английской команды Престон Нортенк Дипдейл. И именно на его манер строилась вот эта арена, которая так... Первым под руководством Массимилиана Олега, старой сеньоры, если говорить о выступлении опять-таки в серии А. В любом случае даже Ювы я сыграл с Кудэктом. Ригоний, Дарко Лазович на фланге. И очередной Фовца. Максимально плотно, да, как я уже сказал, конечно, Джен за счетом 2-0. Предъявил желтую карточку Мацулейни. Коринко. Получил предупреждение. Подобное позволяется беззащитнике Дженуа, хотя не надо расслабляться даже при счете 3-го. Ринко. Развернул направление атаки Томас Ринко. 2005 года застал там даже еще Фабь. И вот момент. Еще один неплохой, но здесь уже два игрока рядом. Причем. Ринко. Ринко. Вот посмотрите, насколько активнее выглядят Дженуа, насколько больше они. Лазович. Надо уже избавляться от мяча. Плохая передача. Не из-под прессинга ее делал Ринкон. Сам же отработал в обороне. В отборе великолепно сыграл и замена. А между прочим, на поле появится полузащитник оборонительного плана. Это бразилица Денинсон. Который находится в аренде из Удинезе. Который взгляд, Марио Манджикинча в штрафной площади. Внимает арбитер, не обратил внимания. Победа над Кальярию. Александро. И тут никого нет. Первым на мяче, между прочим, был Орнанес. Отмашка со стороны Орнанеса. Да, и схватился, заявился. То есть, Ювентус играет в меньшинстве. Момент. Судье. Продолжение следует.